В первую очередь играли, как договорились, как дружно играть, владали полностью игровым моментом и забили гол. Да, было два момента у противника, но просто когда играешь высоко, весь тайм, это играет. Второй тайм начали не так, как договорились, чуть-чуть сели ниже, а дали возможность противнику тоже за один хороший момент. Просто, просто обидно, обидно получать гол, как мы получили на таком уровне. Но это тоже случается. Что хорошо, что у нас силы было, чтобы забить старой игру, очень хорошо после два проигрыша, что выиграли игру. Уже через среди дня у нас новая игра, надо думать о чемпионате тоже. И я уверен, как и на конференции, что я сказал, что первый тайм, там будет второй тайм и, конечно, будет совсем другая игра. Адамович на последней тренировке что-то почувствовал, меня доктор сказал, что у него какая проблема, и я не причем очень любил заявку. Тон Роберселебенаком, Хрошчинский показал нагрозительную игру и Динамо пропустил гол после его ошибки. Как прокомментируете игру игрока? Ну, знаете, Хрошчинский старался, а главцы от себя ошибки бывают. Просто если не будет ошибки, не будет ни гали. Поэтому футбол очень очень интересен и толико футбола динственных спор, где самая плохая команда может выиграть лучшую команду, это европейское правительство. Человек показывает и да, бывают ошибки, поэтому поручаешь гали, надо разбирать те ошибки, не надо повторять те ошибки, надо работать на них. Нет, не будем. У нас Игнатович номер один. У нас полная доверие в его. У нас тоже молодой плотников, очень большой потенциал, это увидите. Чуть-чуть времени нужно, но мы полностью закрыты третий вратарь у нас. Власа Храмутовски, он тренирует вратарей, он полностью каждый тренировок работает, тогда мы полностью закрыты на той позиции. А довольны ли вы теми людьми, которые сейчас приезжают к вам на просмотр? Ну, знаете, сейчас так люди приезжают, но у нас тяжелый момент, мы готовим игру, у меня все внимание на игру и на готовить все то, что нужно. Я думаю, что у вас будет информация, но там с десятого, наверное, сделаем две или три игры подряд, и тут посмотрим три-четыре человека, которые должны усилить всех. На одной из послематчевых пресс-конференций вы говорили, что за утро можно выручить хорошие деньги, в итоге клуб его отпустил бесплатно. Не будет комментировать. У меня, конечно, право комментировать по этой школе, по классу работает, и поэтому я не буду комментировать. Следующий вопрос. Апопаты? Хорошо. Бангура получил травму на месяц. Насколько клуб был готов его продать? Насколько вот эта задача была? Какая-то конкретика? Не понял. Травма Бангуры, он выбыл на месяц, сильно осложнила задача, чтобы тоже продать игрокам? Ну, конечно. Просто всегда неприятно, когда травма, кого особо говорили, знаете, сколько он важен игрок, игрок для нас. Но бывает это не очень серьезная травма, но просто нужно две-три недели, чтобы он остановился. И я думаю, это будет действовать. Будем ли продавать или нет, это не вопрос. И ты меня можешь просить, ты бы хотел продать его или нет. Он нужен команде. И это человек, который имеет свой уровень, и который нужен мужу Минскому Минералу. Еще раз, пожалуйста. Нету. Третьего числа у нас на нашей заслании. Спасибо. Спасибо.